Для меня на самом деле это тоже всегда очень странный вопрос, потому что я частенько бываю на разных киностудиях нашей страны и для меня это печальный вопрос. Огромное количество тех сценариев, которые мне попадаются, киношники говорят, вот почитай там этот или другой сценарий. Я понимаю реально, что эти сценарии не то, что нельзя давать людям читать, они просто с самого момента неправильно написаны. Общаясь огромное количество времени, мне так довелось с замечательным человеком, которого зовут Джаник Фазиев, наверное на его примере я попробую сейчас немножечко построить модель, на мой взгляд, происходящего события на сегодняшний день в кинематографе. Джаник зовет меня каждый год в Афгик отсматривать работы абитуриентов, которые становясь на год мудрее, взрослее и наверное более опытней, снимают свои дипломные работы, выпускные каждый год. Из 15 работ я для себя могу вспомнить вот прямо, наверное, одну-две, на которые действительно можно поставить твердую пять на уровень студентов. Сила мысли, потока и донесения ее до обывателя. Опять же, вот как раз возвращается, то есть видите, все вытекает, одно вытекает из другого, то есть как бы нет силы мысли сформированной, нет глубины знаний, нет красивого интересного сценария. Мне невозможно передать это все картинке, потому что огромное количество людей, которые на сегодняшний момент занимаются не своим делом. Что касается в плане кино, то вы знаете, я вам скажу так, что я тоже думаю, что он как класс, где там детское, например, кино отсутствует. И пытался найти огромное количество мультипликационных фильмов художественных, потому что, ну, ребенок растет, ему тоже нужно что-то смотреть. И вот как раз опять же, возвращаясь в тот же пресловутый Орленок, в котором мы отсматриваем, и тут вдруг, каждое лето, когда я оказываюсь с этими самыми детьми, я понимаю, что, а вот они те самые там 20 работ, которые где-то, когда-то на каких-то телевидениях прошли. Но эти работы не получают никакого резонанса, потому что они тупо нигде не транслируются. Почему они не транслируются? Потому что это не рейтингово, потому что это неинтересный галуп и так далее, и так далее. Ну, это все некоммерческие истории. Поэтому снять, и с каким же сотраганием я вижу то, во что сейчас превратились кумиры моего детства из фильма «Братья электроники». Вот, я понимаю, что тогда было кино, тогда было, в этом кино, в этом фильме была идея, в этом фильме было настроение там и все остальное. А на сегодняшний момент, так как все стало, я не понимаю, как-то безлико, на мой взгляд, как-то люди перестали испытывать какие-то эмоции чистые или еще что-то. Но, в принципе, режиссер, он же понимает, на какую профессию он учится и что он должен понимать по картинке. Поэтому, что творится кино, мы все, к сожалению, огромное количество людей пытаются косить под кого-то, а не быть самостоятельными. Поэтому, мне кажется, такая история и происходит.